Внезапная атака К блокпосту пришел подкрепление и местные жители в небе появились вертолеты Эти кадры нам предоставил житель Волновахи Подлинность видео невозможно проверить Но Михаил утверждает, что был очевидцем событий Солдаты украинской армии, которые укрывались за горячими бронеавтомобилями Они поднялись и побежали к этим вертолетам В этот момент третий вертолет, который зашел немножко сзади, открыл огонь Ответственность за нападение на блокпост берет на себя самопровозглашенный командир повстанцев Горловки Он гордо демонстрирует трофеи Был уничтожен блокпост фашистско-украинской армии Которая прибыл на землю Донецкой Народной Республики Но кто стрелял по людям с воздуха? У сторонников самопровозглашенной Донецкой Республики вертолетов нет Нам удалось поговорить с несколькими солдатами, уцелевшими в ходе боя в Волновахе Они отмечают, что вертолеты били по дороге у блокпоста А также несколько раз обстреляли автобус, брошенный атаковавшими Возможно, это был дружественный огонь Свои по ошибке били по своим Но обескураженные солдаты не могут в это поверить Блокпост расстреляли наемники, считает один из выживших офицеров Это были строго проплаченные наемники Потому что они работали очень профессионально У них было супер вооружение Напряжение на блокпосту сохраняется до позднего вечера Подойти ближе, чем на 100 метров к расстрелянному блокпосту сейчас нельзя На месте работают саперы Дело в том, что на поле боя осталось довольно много неразорвавшихся боекомплектов По словам саперов, они представляют опасность Объявленная Киевом антитеррористическая операция Обнаружила серьезные проблемы украинской армии Недостаток взаимодействия и недостаточная подготовка солдат У повстанцев тоже есть проблемы, но им проще Они могут атаковать из засад и использовать тактику партизанской борьбы И похоже, накануне президентских выборов Противостояние на юго-востоке лишь усиливается Ольга Ившина, BBC Противостояние на юго-востоке